Привет ребят, у микрофона Хомиш, всех с наступающим новым годом и сегодня у меня для вас прямо-таки объемный выпуск новостей от AMD. И я не могу сказать, что он будет длинный по хронометражу, просто здесь много мелких новостей, ведь красная кампания под конец года нереально активизировалась. Похоже, что в течение всего 2022 года нас ждет огромное количество анонсов от AMD, а уже в январе расскажут про архитектуру Zen 4, притом покажут Ryzen и Rembrandt, где интеграшки нехило так удивили, а дальше чуть ли не каждый месяц будут какие-то новые анонсы. Бюджетные и, кстати, 6-нанометровые RX 6500 XT и 6400, гибридные Rembrandt для настольной платформы, многочиповые чипсет AMD X670, экономные Renoir X-чипы для конкуренции с актуальными i3, и 5000 Тредриперы, которые мы увидим уже весной. Короче, новостей действительно много, вследствие чего данный выпуск я не буду разбивать на главы. Новости просто будут идти одна за одной без каких-либо сбивок. И, наверное, следующий выпуск от Intel я сделаю ровно так же. Ну а пока проверяйте подписку на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, дабы узнавать обо всем интересном раньше остальных. А еще, вот вам уже привычная рекламная вставка. Некоторые из моих зрителей наверняка задумывались о покупке Windows 10. Это очень выгодно, можно сделать в магазине CDK Deals. Вот вам OEM Global Clutch Windows 10 Pro за 1600 рублей. Нажимаем купить сейчас. Вводим мой специальный промокод HM25 и получаем приятную скидку в 400 рублей. Далее подтверждаем заказ, выбираем удобный способ оплаты, получаем заветный ключ, переходим в параметры, выбираем раздел «Система», после тыкаем на «О системе», вводим приобретенный ключик, ждем подтверждения от серверов Microsoft. И вот, ваша система наконец-таки активирована. Также на CDK Deals стабильно проходят различные тематические акции, а в продаже имеются игрушки, софт, гифт-карты и многое другое. Короче, не стесняйтесь и заглядывайте на CDK Deals по ссылке в описании. Приятная новость для владельцев MSI-овских материнских плат на чипсетах X370 и B350. В недавних прошивках UEFI, обеспечивающих поддержку Windows 11, вендор еще и внедрил микрокод для процессоров Ryzen 5000. Вот список этих материнок. Выходит, если вы обладатель подобной платы, то достаточно зайти на официальный сайт MSI и просто скачать новый BIOS, прошить материнскую плату и иметь возможность установить 5000 Ryzen. Причем, если верить информаторам VCCF Tech, в обозримом будущем 300-е AM4-е платы получат поддержку гибридных 5000 Ryzen, а также еще и Vermeer X процессоров. Это обновленные Ryzen с применением технологии 3D-VCache. Также, судя по всему, для хоть какой-нибудь конкуренции с нынешними i3, AMD должны будут выпустить семейство недорогих процессоров Renoir X для AM4-й платформы. Причем, нет, ребят, это не гибридные чипы. Да, они будут использовать тот же кристалл, что и пиюшки Renoir, но при этом интегрированное видеоядро будет отправлено под нож. Правда, это, без учета свеженького, Athlon Gold 400GE. Он точно будет с интегрированной графикой. А вот компанию ему составят 5-й Ryzen 4500 и 3-й 400. Athlon получится на 4 ядра и 4 потока. Судя по всему, с интегрированной Vega 3 или Vega 4. Эдакий конкурент всем Pentium, даже с запасом под новенькие. Ryzen 3 400 это 4-х ядерник на 8 потоков, как раз для конкуренции с актуальными i3. А вот Ryzen 5 4500 это 6-ти ядерник на 12 потоков, который сможет конкурировать с i5 10400F и вероятно даже 11400F. Правда, безусловно, свеженький 12400F остается просто вне конкуренции. Под это дело нужен обычный 5-й Ryzen 5600 без какого-либо икса. Тем не менее, судя по последней статистике MindFactory, какой-то прям революции с выходом 12-го поколения не случилось. Да, Intel удалось взять рекордные 30% доли рынка, чего не было уже очень и очень долгое время в немецкой рознице. Ну и да, ребят, аж первые 6 мест в топе 20 самых продаваемых процессоров за ноябрь состоит из AMD-шных чипов. 5800X, 5600X, 5900X, гибридный 5600G и 3800X. Плюс, естественно, бестселлер Ryzen 5 3600 на шестом месте. Он в Германии, в отличие от России, продается по нормальным ценам. Тем не менее, на седьмое место успешно залетел i7-12700K. А сразу после гибридного Ryzen 7 5700G на девятом месте расположился i5-12600K. Вообще, все новинки залетели в топ 20, тут и 12900K присутствует, и KF-версия новенького i7, ну и, конечно, не обошлось без i3 и i5, которые тоже себя отлично чувствуют в немецкой рознице. Наверняка, статистика за декабрь еще пару процентов прибавит синей компании, но все равно AMD пока что остаются вне конкуренции. Правда, после расширения модельного ряда 12-го поколения процессоров Intel Core уже в январе, ситуация может еще больше измениться. Между тем, уже 4 января ожидается презентация AMD на CES 2022. И вот вам прямая цитата от технического директора компании AMD Марка Пейпермастера. Мы рады сообщить некоторые дополнительные подробности о запуске наших новых продуктов. Они принесут феноменальные впечатления, и мы, как уже говорили, по мере продвижения поделимся более подробной информацией о Zen 4. Некоторые детали мы раскроем на CES, при том больше анонсов ожидает в течение 2022 года. Это будет очень захватывающий год для AMD. И да, судя из того, как много новостей появляется от AMD за последнее время, следующий год явно будет интереснее, чем этот. К примеру, грядущие бюджетки Radeon RX 6500 XT и низкопрофильная RX 6400, вероятно, станут первыми видеокартами на 6-минометровом графическом процессоре. Такая информация появилась на портале видеокартском вместе с финальными спецификациями этих видеокарт. Да, всё-таки 8-гигабайтной версии 6500 XT мы не увидим. И да, по всем характеристикам они ровно такие, как и ожидались. Есть отличия в скорости видеопамяти, такие же, как между 6600 и 6600 XT, но и энергопотребление порадует всех. 107 Вт у 6500 XT и всего 53 у 6400. Причём она, похоже, что поедет лишь в готовые сборки. В обычной рознице такую видеокарту мы не увидим. А что же до 6500 XT? Ценник ожидается в районе 250 долларов, а может даже и меньше. Всё-таки 6-минометровая технология позволяет получить больше годных кристаллов с одной кремниевой пластины, а тут они ещё и маленькие. Вероятно, это будет самая доступная видеокарта из представленных, наверное, за последние года полтора. Но всё равно непонятно, какой по итогу мы получим ценник в нашей рознице. Зато почти со стопроцентной вероятностью можно говорить о том, что ноутбучная RTX 2050 скорее будет конкурировать с интегрированной графикой, чем с полноценными видеокартами. Судя из того, как хорошо себя показала RDNA 2 графика на 12 Compute Units из Ryzen of Rembrandt в 3D-марке Timespy, неплохо так перегоняя 1050 Ti и почти догоняя 1650, мы получим отличные гибридные процессы в первую очередь под ноутбуки, ну и весной они подъедут по настольному направлению. Но почему же я затронул ноутбучную RTX 2050? А всё дело в том, что в 3D-марке Timespy она набирает ровно столько же, сколько и 1650, буквально чуточку больше в сравнении с Ryzen'ами Rembrandt. В то же время также недавно анонсированная MX550 и вовсе набирает всего 2500 баллов. Это где-то сопоставимо с 1050 Ti и хуже в сравнении с интеграшкой в Rembrandtах. Да, вероятно, её прямым конкурентом станет MX570, которая будет лучше, чем MX550, но хуже, чем RTX2050. А по настольному направлению всё это дело можно будет ещё и неплохо разогнать, то есть мы сможем добиться более чем 3000 баллов в график скоров 3DMark Timespy. Согласен, нужно больше тестов, смотреть как всё это себя показывает именно в играх, но, ребят, 12 Compute Units на RDNA второй графике это очень достойный показатель. По сути, RX6400 это практически то же самое, что и интеграшка в Rembrandtах, а она как раз ожидается на уровне с 1650. Тем временем появились финальные спецификации 5000-х тридриперов, которые мы увидим уже в апреле. И да, нас ждёт аж 5 моделей процессоров с одинаковым TDP и турбобустом, 280 Вт и 4,55 ГГц, соответственно, 12-ядерник, 16-ядерник, 24-ядерник, 32-ядерник и топовый 64-ядерник. Все они получат 128 линий 4-го PCI-Express и 8-канальную DDR4 память. Некоторые наверняка задаются вопросом, а почему же так долго пришлось ждать выхода 5000-х тридриперов после обычных 5000-х райзенов? Между ними практически полтора года. Согласен, можно было уже и новое поколение выпустить, но, ребят, сейчас всё-таки дефицитное время, все кристаллы нужны, а тридриперы и трёхтысячные остаются вне конкуренции. Выпуск 5000-х можно было задерживать, наверное, ещё года на пол. Ведь, напомню, Intelу пока нечем ответить на такие хай-энд чипы. Будут Sapphire Rapids X, но скорее к концу следующего года. Кстати, в следующем году мы увидим ещё и новые чипсеты от AMD X670 и B650. С расчётом уже под будущие архитектуры и новую платформу. Начиная от Zen 4-х райзенов Raphael. Так вот, главная фишка заключается ещё и в том, что топовый X670 чипсет станет многочиповым. Причём максимально логично и понятно, ведь в нём просто будет два чипа от B650 чипсета, которые, соответственно, обеспечат работу в два раза большего числа интерфейсов. Таким образом, красные смогут экономить на разработке хабов для платформы AM5. Ведь фактически, iOS Media делает одну и ту же микросхему, которую просто можно масштабировать. Однако, здесь и без недостатков не обошлось. Многокристальный чипсет X670, похоже, что не сможет уложиться в рамки формата Mini-ITX. То есть, если вы в следующем году захотите собирать компактную сборку на AM5 платформе, то, к сожалению, придётся брать B650 чипсет. Несколько дней назад был опубликован свежий патент AMD, описывающий дополнительный кристалл, установленный поверх графического процессора. Окрестили его устройством ускоренной обработки. Accelerated Processing Device, сокращённо APD. Акрасные предлагают его как способ расширения возможностей машинного обучения. Он будет содержать память и несколько блоков ускорителей. Непосредственная связь кристалла GPU даёт преимущество за счёт высокоскоростных соединений для передачи данных и команд. AMD отмечает, что часть памяти может быть настроена в качестве кэша или памяти с прямым доступом. В описании также говорится, что APD будут содержать арифметическо-логические блоки. Сконфигурированные для выполнения операций умножения матриц, что ускорит работу машинного обучения. В общем-то полезная тема, но в первую очередь, насколько я понимаю, она пойдёт под профессиональные инстинкты. Которые на сегодняшний день, если брать серию именно MI200, являются лучшими ускорителями вычислений. Также, судя по данным от IC Insight, AMD становится лидером по росту выручки за весь 2021 год. Если в 2020 они заработали чуть меньше 10 миллиардов долларов, то за 2021 заработают 16. Получается рекордный рост на 65%. Результаты очень крутые, но прямо-таки вдаваться в подробности я не буду. Весь этот список я покажу в выпуске про Intel. Ведь, спойлер, они потеряли лидерство по полупроводниковому направлению. И там есть ещё о чём поговорить. Также, красные вместе с Global Foundries договорились о выпуске микросхем аж до конца 2025 года. Интересно то, что изначально соглашение с Global Foundries предполагало, что в период с 2022 по 2024 год красные приобретут у Global Foundries кремниевых пластин чуть больше, чем на 1,5 миллиарда долларов. После чего будут сняты абсолютно все обязательства AMD по выкупу производственных мощностей. Теперь же ситуация немного поменялась, AMD решили продлить этот договор ещё на 1 год, а общая сумма контракта возросла до 2 миллиардов и 100 миллионов долларов. Тем не менее, стоит напомнить, Global Foundries не осваивала 7-нанометровую технологию. Они решили остановиться на 12 и 14-нанометровых технологических нормах. Выходит, первое и второе поколение райзенов ещё долгое время будет оставаться в продаже. Плюс имеются эпики, первого поколения старые, тредриперы и микросхемы ввода и вывода по чиплетной технологии в последующих райзенах. То есть, в принципе, и 12 и 14-нанометровые узлы Global Foundries нужны красной компании. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, да и касательно других новостей в том числе. А также ставьте лайки, если вам понравился сегодняшний выпуск и проверяйте подписку на канал. Плюс нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать никакие видосы. Спасибо за просмотр, удачи и до новых встреч!